Renault Megane 3, 2009 год, 1.6 бензиновый мотор, 7-800 долларов. Климат, круиз, бесключевой доступ, 186 тысяч пробега, машина пригнана из Германии. Хорошая комплектация, бесключевой доступ, правда механическая коробка и текстильный салон. В принципе не зачуханная, салон надо бы получше почистить, пропылесосить, какие-то пылинки, соринки. На железных дисках стоят колпачки. По кузову визуально вопросов нет. Пишут, что машина свежепригнанная, растаможенная. Еще одна машина из Германии, Volkswagen Golf Plus, 2007 год, 1.6 бензиновый мотор, 6-550. Тоже механическая коробка, текстильный салон. Хорошо смотрится. 261 тысяча километров пробега. Тоже диски железные, на колпачках. Машина уже на транзитах украинских. Спереди оставили немецкие номера, чтобы было видно, что она из Германии. А то, что она на транзитах, говорит о том, что по машине еще сертификацию не прошли. Это 2 800 гривен к затратам следующего покупателя. Renault Scenic, 2006 год, 1.6 бензиновый мотор, 6 тысяч долларов, 126 тысяч пробега. Тоже механика, текстильный салон. И тоже автомобиль из Германии. Машину чуть не домыли. Ну так, в принципе, опять же таки, визуально все в порядке. Каких-то проблем явных не видно. Hyundai i30, 2008 год, 1.6 дизельный мотор, 6600 долларов. 134 тысячи пробега и тоже из Германии. Так, сзади затонировано. Ага, есть детское кресло. Немножко почуханная боковинка. Вот так, в принципе, состояние нормальное. Ренос Scenic, 2010 год, 1.5 дизельный мотор, 7 450 долларов. Больше никакой информации нет. На железных дисках стоят колпачки. Тоже машина на транзитах. Ну, на фирму, когда машину оформляют, экономят. Ну, тут так, а вот что-то задняя дверь явно не попадает в цвет у нас, да? Был какой-то вопрос по задней двери. Прямо с любой стороны смотришь, видно, что она не в цвет. Вольксваген Гольф, 2010 год, 1.6 дизельный мотор, 8200, 190 тысяч пробега. Салон обычный, ткань. Тоже машина на транзитах, тоже сертификацию проходить. Гольф в универсале, неплохой, 2010 год, 1.6. Салон нормальный, не затертый, тоже из Германии. Hyundai Sonata, 2005 год, 2.4 бензиновый мотор, 5.950 долларов, 197 тысяч пробега, велюровый салон. Коробка механика, знакомая машина. Да, точно, видите, на бампере сзади следы ремонта какого-то. Она стояла на прошлой неделе, так она походу и стоит. Хотел похвалить, что хорошее состояние, но уже что-то по ней делалось на легкосплавных дисках. Hyundai Getz, 2007 год, 1.4 бензиновый мотор, 5.250 долларов. Пробег не указали. Ну, вы же понимаете, пробег это такое дело, там его пишут, как накрутили, так и поставили. Поэтому мы сильно придираться к этому не будем. Как пишут, так мы и говорим. А то тут многие пишут в комментариях, что пробеги скручены, что вы их озвучиваете. Ну, ребят, мы озвучиваем то, что написано. А уже проверить лично мы будем. Если нас заинтересует автомобиль, тогда мы конкретно проверяем. А так сейчас мы просто смотрим цены. Renault Scenic, 2010 год, 7700 долларов. Комплектация Boss, 176 тысяч пробег. Видим кожаные вставочки. Какой мотор не указан. Я иногда по приложению проверяю, какая машина. Но если он на постоянных украинских номерах. А так как машина на транзитах, в базе его еще нет. По ВИН-коду смотреть. Машина нам конкретно это не нужна для подбора. Поэтому пробивать ее не будем. Короче, оставим открытым вопрос. Opel Insignia, 2010 год. Двухлитровый дизельный мотор, 8400 долларов. 167 тысяч пробега. Из Германии. Подлокотничек. Затертый какой-то у машины, видите. В целом, визуально машина смотрится неплохо. Максимальное количество наклеек, чтобы никто, не дай бог, не подумал, что она не из Германии. Хорошо смотрится. Это самая удачная серия из опелей, как мне кажется. Chevrolet Aveo. Вот он, доступный автопром. 2011 год. 1,4 бензиновый мотор. 6900 долларов. 120 тысяч пробега. Салон, как обычно, все бедненько, но чистенько. Легкосплавные диски. Так, увидим. Не знаю, это игра света или задний бампер немножко в цвет не попал. Да, возможно, были работы какие-то. Но бампер это такой, это расходник. Могли где-то поджать. Салон не сильно зачуханный, нормальный. Форд Фиеста. 2013 год. 1,5. Дизельный мотор. 6700 долларов. 154 тысячи пробега. Салон, текстиль, механика. Тоже визуально все в порядке. Форд Фокус. 2010 год. 1,4 бензиновый мотор. 6150 долларов. 189 тысяч пробега. На железных дисках. Колпачки стоят. Фокус как фокус. В общем, ничего интересного нет. Ну и косяков каких-то не видно. Опять Форд. На этот раз Мондео. 2005 год. 2-х литровый бензин-газ. 5,350 долларов. Автоматическая коробка. Подогрев сидений. Круиз. Тут неплохая комплектация для этого года. Но сидения текстильные. Салон не кожный. Ага. Сзади видно примятости есть на крыльях. Тут двери тоже немножко как будто бы в цвет не попадают. В общем, по кузову были какие-то работы. Когда-то машину пригнали из Германии. Оставили наклеечку. Хонда Аккорд. 2005 год. 2-х литровый бензиновый мотор. 6,900 долларов. 208 тысяч пробега. Коробка автомат. Салон кожаный. На хороших дисках. Ну и смотрится тоже машина неплохо. Неплохо на свои годы. Шкода Октавия. 2011 год. 1,6 бензиновый мотор. 8,900 долларов. 190 тысяч пробега. Тоже на симпатичных дисках машина. Тоже на симпатичных дисках машина. Шевроле Эпика. 2007 год. 2-х литровый мотор. 4,600 долларов. 203 тысячи пробега. Салон велюровый. Механика. Пишут, что не крашен. Поверим на слово. Маханика. 5,2007 год. 1,8 бензиновый мотор. 6000 долларов 229 тысяч пробег механическая коробка текстильный салон тоже автомобиль пригнан из германии skoda fabia 2012 год 1 и 4 газ бензин 5 300 долларов 235 тысяч пробега салон текстиль коробка механическая на железных дисках стоят колпачки шкода octavia 2003 год 1.6 бензиновый мотор 5 450 долларов 193 тысячи пробега заявлено салон текстильный коробка механическая по низу дверей есть какая-то небольшая примятость аудио 6 2000 год 2 и 4 бензин газ 5 600 долларов 250 тысяч пробега салон текстиль коробка механическая аудио 6 аудио 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 6 аудио 6 аудио 6 аудио 6 аудио 6 aine вперед отматывать обратно было уже не камильфу может конечно и тот самый случай когда бабушка с дедушкой по выходным в магазин но это конечно вопрос такой сомнительный короче говоря заявленный пробег 86000 автомобиль из германии визуально без проблем toyota siena 2006 год 33 газ-бензин 8 300 долларов 147 тысяч пробега салон велюр три ряда сидений то есть тут 7 пассажирских мест получается форд фокус 2015 год двухлитровый бензиновый мотор 8 150 159 тысяч пробега салон текстильный на автомате кто интересуется этими фордами примерно да там на 100 тысячах там коробка уходит в утиль и она под замену поэтому нужно брать машины либо после замены или капиталки коробки либо с пробегом до этого момента цена автомобиля 8 300 я думаю там тоже есть проблема seat ibiza 2016 год 1 и 2 бензиновый мотор 8 500 текстиль механика тоже из германии короче сегодня мы ребята почти телепортировались в германию потому что машины 95 процентов оттуда визуально все хорошо шевроле круз 2012 год двухлитровый дизельный мотор 9200 долларов 167 тысяч пробега естественно из германии кожаные вставки неплохо выглядит чистенько аккуратно дырок нет сердобольный продавец у нас попался все показывает не стесняется слава богу а то очень много ребят переживают что показывают их автомобили вот такой сегодня обзор ребят не забывайте подписываться на инстаграм пока